В 10-й раз клубы общения пенсионеров Ненецкого округа собираются на фестиваль «Я люблю тебя, жизнь». Праздничный концерт состоялся накануне в Наринмаре в культурном центре Арктика и был приурочен к 90-летнему юбилею Ненецкого округа. Творческие коллективы пели песни, принимали поздравления и подарки. Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь» – это ежегодное долгожданное событие для пенсионеров Ненецкого округа. Традиционное участие в нем принимают не только горожане, но и сельские клубы общения. Эти нарядные певуни приехали на фестивали с деревни Макарова. В деревенском клубе общения вдохновение 12 человек. Своим творчеством радуют односельчан, а когда получается, гастролируют по соседним деревням. И везде вдохновение принимают на ура. Перед каждым событием уже начинаем разручивать песни. Перед праздником? Да, конечно. Праздник. Все люди у себя тоже культуру делают мероприятия. Радуем своих бабушек. Песнями своими? Песни у нас разные. Мы поем и в деревне, и в России. В общем, лирические всякие. У нас же был руководитель Киспок Виктор Владимирович. Он как бы ушел из жизни в 14-м году. Но мы продолжаем его, как бы, мужское дело. Поэтому у нас в основном все лирики, все мелодичность. Вот эти песни. Да, мы такие песни все поем, исполняем. В репертуаре клуба «Золотой возраст» из великовисочного разнообразные песни. Но самые любимые родной деревни «Живет, живет, село родное» и сочиненное местным жителем Леонидом Безумовым «Великая виска». Как приглашают, так встречаемся. Ездим по деревням. Ездили вот сейчас мы на 12 июня в Хангуре выступать. Ездили в Новый Гор выступать. В Щелино были выступали. Вот уже мы с Винницей появились в Щелино поехали и сами. Коткино выступали, ездили в этом году. В клубе общения «Родник» в поселках Хангурей 26 участников. Все, конечно, на фестиваль приехать не смогли. В ближайшее время планируют устроить большой концерт у себя в поселке и приурочить его ко Дню пожилого человека, посвятив спортивной тематике. У нас любимых песен очень много. Поэтому мы не можем выбрать, которая песня самая лучшая. Но, конечно, самая лучшая песня – это песня о Хангурее. У нас две песни о Хангурее уже есть. Мы уже исполняли их, по округу уже ездили, исполняли их. А вот у нас 14-го числа у нас был юбилей поселка. К нам приезжали гости. И Татьяна Сидейска нам подарила еще одну песню о Хангурее. Мы ее будем разучивать и тоже будем по округу возить. В этом году на праздник приехали творческие коллективы из села Великовисочная, деревни Волоковая, поселка Индиго, села Нижняя Пеша. Всего 17 населенных пунктов. В зрительном зале – почитатели талантов. Некоторые, чтобы послушать любимые песни, приехали из деревень. Теревесочный любимый коллектив. Вот из Теревески проехали. А какую песню у них больше всего любите? У них и малышкарей. Вот я так люблю. Я в гимнаде-гимнаторе. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас вот у нас коллектив общества инвалидов будет выступать. Поэтому пришли за них болеть. Здесь будут сегодня коллективы со всех наших поселений. Так что мы очень любим смотреть, когда они приезжают к нам. Так что этот нужен фестиваль, конечно, да. Потому что люди здесь не общаются и показывают, что они в течение года приготовили, какие новые песни. С каждым годом масштаб фестиваля растет, отметила руководитель Ненецкого отделения Союза пенсионеров России Римма Костина. Фестиваль начала был малочисленный. А теперь все больше и больше пенсионеров собираются в клубы. Все, кто любит петь, стараются приехать к нам на фестиваль и показать свое творчество. Как водится, высокие гости фестиваля дарили подарки, поздравляли с праздником участников творческих коллективов. В ответной речи Римма Васильевна обратилась к вице-спикеру собрания депутатов Максиму Арбузову. И пользуясь случаем, как говорят в моментах, мы просим депутатов решить вопрос с финансированием, чтобы наши пенсионеры, клубы, которые приезжают издалека, могли поехать со своими концертами по ближайшим селам. Мы будем признательны. Проблему обещали решить, а со сцены зазвучали душевные песни.